МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоги недели по версии журналистов 10-го канала. С вами Татьяна Бебенова. Смотрите в центре внимания на этой неделе. Автобус дальше не идет. В Мордовии исчезают маршруты из райцентров в деревне и закрываются автовокзалы. Кто убивает районный общественный транспорт? И ездить спасение для больших автотранспортных предприятий? Газ за вас! Владимир Путин объявил, что снова хочет президента России. Что об этом говорит Владимир Волков? И кто еще будет в бюллетенях в марте? День героев! В Саранске открыли первый в стране проспект российской армии. Мы разбирались, можно ли сделать патриотическое воспитание нескучным делом при помощи модной музыки? И снова Нижний Михаил Бабич встретился с главными редакторами по волжских каналам, сайтов и газет, чтобы рассказать про власть, деньги и немного о себе. Нашли общий язык. Вместе с министром образования Галиной Явкиной ставим точку в долгой истории про уроки Ирзянского и Макшанского. Кому жаловаться, если в школе вас заставляют учить один из мордовских. Латинский квартал. После жеребьевки чемпионата мира по футболу Мордовия учит испанский и готовит самые вкусные блюда Латинской Америки. В конце выпуска расскажем, как будет по-испански программа в центре внимания. В ближайшее время жители Мордовии могут остаться без автобусных перевозок. За последние два года только в Ичалковском районе отменены 10 маршрутов. Закрыта автостанция. Похожие потери почти по всей республике. Несколько районных автотранспортных предприятий разорились. Тенденция очень тревожная. В свое время по всей стране по такой же схеме было практически уничтожено пригородное железнодорожное сообщение. Теперь вот под угрозой оказались автобусы. А ведь именно они несколько лет назад заменили электрички. Причина в нерентабельности перевозок. Пассажиров стало гораздо меньше. Платежеспособных увозят таксисты. Часто нелегальные. Можно ли спасти пригородный автобус, расскажет постоянный пассажир маршрута Саранск-Кемля Алена Маскалева. С лабарской перми пройдет на посадку. Приятный голос Надежды Яушевой немногочисленные пассажиры слышат в последний раз и отправляются на платформу. Еще немного, и в зале ожидания воцарится тишина навсегда. Автовокзал медленно угасал на глазах кассира Яушевой последние 10 лет. Автостанции в поселке Кемля 18 лет. Ее сдали в эксплуатацию в 1999 году. После полуподвального помещения в центре села, построенное на границе Кемля и Чалок здание, оказалось настоящим замком, способным вместить 75 человек. Сколько билетов продано и рейсов отправлено, никто не посчитает. От былого размаха остались протекающий потолок, следы косметического ремонта в слоях растрескавшейся штукатурки и ржавая раковина. О капитальном ремонте вокзала говорили еще в 2007-м. Даже готовили проект, только средств не нашли. Надежда Яушева в этот понедельник продавала билеты с улыбкой, невзирая на то, что будущие автостанции туманно. Именно здание мне очень жалко, потому что такое состояние здания. Руководство видит, что у нас здесь. Пожалуйста. То есть вот завтрашнего дня уже все, в этом здании вы не будете находиться? Вроде как. Там так. А где будет располагаться касса? Нам сказали адрес. И все. Пока мы еще, не знаю, переедем отсюда, все-таки переедем, пока еще никакой информации нет. Зато у местных жителей после объявления в районной газете появилась масса информации и негодование. Новая прописка кассы улица Ленинская, 2Б рядом с Центром культуры. Здесь уже во вторник открыли так называемое окно. Протянул деньги, забрал билетик. А вместо теплого зала ожидания маленький остановочный павильон. Обдуваемый всеми ветрами он худо-бедно может защитить от дождя или снега, но от мороза не спасет. Губят нас, губят. Так ворам совсем сдохнем. Правда? Че ты больный? Вот стою, еле шеи не ворочаться. Я вообще даже не понимаю. Автовокзал у нас нормальный, зачем хотят закрывать? Ну, только что что-то не ремонтировалось всю дорогу, да. А так вот, ну, то он большой и удобный. Проблема с пассажирскими перевозками в Учалковском районе куда глубже, чем закрытие автостанции. В последние два года куда-то исчезли 10 маршрутов из 27. Без автобусного сообщения остались многие села. Например, в Пермеево когда-то делали по пять рейсов каждый день. Теперь в этом направлении можно уехать только в понедельник и среду. Говорят, нерентабельно. В Инсаре при той же экономике как-то сохранили все 35 имеющихся направлений, но как долго предприятие сможет тянуть на себе убыточные пути, руководитель АТП и сам не знает. Техника у нас есть, она устаревшая. У нас очень давно не менялся парк, так как у нас нет на это средств. Главной причиной, я еще раз повторюсь, я считаю, это то, что всех наших основную массу пассажиров увозят незаконные частные таксисты. Тем самым наносят нам большой финансовый урон. То есть, если их примерно взять 20 на машину в день, каждая на машину делает два рейса и НСАР Саранска. Вот мы можем посудить, сколько они у нас увозят живых денег. Так называемые бомбилы это проблема республиканского масштаба. Зал ожидания на автовокзале Саранска. Вам никто не сможет назвать точное количество таксистов. Здесь зарабатывают свой хлеб годами сформированные бригады. Уезжает одна машина, другая уже на подхвате. Схема работы простая. Не дать клиенту дойти до кассы. Учитывая, что снижение пассажиров потока ежегодно происходит на 10-12% а на сегодняшний день не 15%. То, что у нас на сегодняшний день в Кемле это где-то порядка осталось 45 пассажиров в день, в сутки. Ну, за 10 лет мы где-то потеряли не знаю, в среднем от 200 пассажиров в сутки. Фактически люди из районных центров в республиканскую столицу не стали ездить меньше. Просто предпочли частников. Не буду лукавить. Сама была пассажиром того самого такси и личных претензий к водителям маршрута Кемле-Саранск не имею. Всегда приветливы. Сумки донесут, в сохранности довезут. Но если вернуться к сути проблемы, получается, что виноваты все, бомбилы, потому что АТП не получает денег, люди, что предпочитают такси, но есть и те, кто поедет на автобусе, потому что там в случае чего будет страховка и так далее. А ждать транспорт на Ичалковской улице теперь придется всем? Ольга Викторовна даже ходила на прием к депутату-единоросу. Не помогло. Ну я не знаю, что это вообще просто издеватель. Я просто от Алексея Николаевича не ожидала, что он так ответит, и я растерялась. Я бы ему ответила, что он получает зарплату от нас, налогоплательщиков. Депутат так ответил, на улице будут стоять люди. Жаловались местные жители не только депутатам. Ходили в администрацию. В интервью 10-му каналу первый замглавы Ичалковского района рассказал, что свободного здания под вокзал пока нет. Мы сейчас будем принимать меры хотя бы для того, чтобы искать помещение, где могли бы жители нашего района. Ну, подождать, когда подойдет автобус, чтобы у него сесть, особенно в зимний период времени. Будем смотреть все близлежащие здания. Если по нормативам где подойдет, мы обязательно это сделаем. Молодец автотаспорта предлагающие услуги на все. Покиньте территорию автовокзала. Выбеживайте деятельность предприятия. Убедительные просьбы единственный способ борьбы с бомбилами на автовокзале. Эффект недолгий. Через 15 минут они снова пользуются инфраструктурой объекта, на содержание которого денег не отчисляют. У руководства объединения автовокзалов и автостанций нет законодательного рычага, чтобы повлиять на ситуацию с частными таксистами. Они много раз обращались к чиновникам, главам районов, прокуратуру с просьбой применить какой-либо административный ресурс. Получается, что мы на сегодняшний день содержим все эти объекты для этой категории перевозчиков и для их пассажиров. Мы пытались и на местном уровне, то есть на Инсарской автостанции решить эту проблему с Инсарской администрацией. Ничего не вышло. Ну что они могут сделать? То же самое мы обращались и в ГИБДД, в налоговую. Результатов никаких абсолютно. Никакие результаты в итоге привели к банкротству АТП в четырех районах Мордовии. Атяшевском, Темняковском, Ковылкинском и Чамзинском. Чтобы не увольнять всех сотрудников, провели реорганизацию. Так, Чамзинка авто теперь автоколонна 1384 и автобусы встали на вечную стоянку. Мы делали анализ такой, скажем, небольшой. С 2012 года по 2016 год у нас на 40% упал пассажиропоток. Это связано, видно, с отсутствием пассажиров или же часть-часть то, что частный извоз появился. в нашем районе. Когда пассажиропоток у нас убавился, у нас доходная часть упала совсем. Убытки исчислялись миллионами в 2015 год, а ТП ушло в минус на 3 миллиона 600 тысяч рублей. Плюс изношенность автобусного парка 95%. А еще постоянно растущие цены на топливо, затраты на техобслуживание и ремонт. Теперь большие карусы, в которых в отличие от газели можно было вытянуть ноги, доживают свой век на территории автоколонны. Без колес, но под охраной четвероногого сторожа. И была бы Чамзинка совсем без пассажирского сообщения, если бы ситуацию в свои руки не взяли те, кого так сильно ругают. Да, речь о таксистах, но только с лицензией. Артем Игонин начинал свой бизнес еще в 2006-м с одной газели, оформленной в кредит. И думал об эффективности, чтобы людям было комфортно, а предприятие окупалось. Сейчас в его распоряжении своя станция техобслуживания. Водители работают по семи направлениям внутри района. Некоторые маршруты осваивали с нуля. Пассажиропоток он стабильный. Соответственно, по будням один по выходным другой, но количество машин мы не меняем. И по своим маршрутам мы работаем так. То есть, если хотя бы одному человеку нужно ехать, то это уже все для нас. То есть, одному человеку требуются наши услуги, все, мы идем и работаем. Кроме нелегальных бомбил, официально по маршруту Комсомольский, Чамзин, Касаранск везут пассажиров газели другого частного предпринимателя Алексея Родина. Шесть рейсов в день с интервалом в два часа. Бывает, что, например, в воскресенье отсюда мы увозим народ, а тут пустым едем. Нет ни одного человека, если там будет человек пять-семь, их частники забирают, перевозят на легковых машинах. Мы пустыми. То есть частники у тех же частников, но с лицензией. Уводят клиентов буквально из-под носа. Вот и приходится легальным перевозчикам идти на хитрость. То есть они стоят не на самом вокзале, а стоят вот здесь, потому что здесь таксист. Это не война. И воевать никто не собирается. Но что делать, чтобы автотранспортные предприятия не разорялись? Как долго просуществуют автобусы? И кто будет возить пассажиров, если их отменят совсем? Печальный опыт уже был не так давно. Только с электричками их также признавали нерентабельными. Потом, после многочисленных жалоб людей, решили возродить, создав дочернее предприятие РЖД. Но это не спасло ситуацию. На сегодняшний день электричками пользуются только разве в Подмосковье? А в Мордовии уже забыли, когда в последний раз видели тот же электрон Рузаевка-Ужовка. Очень популярный был маршрут. Все детство в Нижегородскую область на этом поезде ездила. Так или иначе, бомбилы долго без заработка не сидят. У них легкий график работы. Захотел, устроил сам себе выходной. Вот почему в плохую погоду обычно не бывает машин на стоянке. Или после четырех дня. Это я уже про бригаду и чалковских таксистов говорю. Как ветром сдуло. Мы до шести работаем. Не до шести, пол шестого. Приходишь на вокзал, вас нет? Ну, это пятница. Это в пятницу? Да, да. А в будние дни? Мы до скольки. До пол шестого когда как. Ты здесь? Да, да. Так же работаем. А вон санек, остается у нас. Если есть клиенты, значит, ездим, нет, отдыхаем. Не надо снимать. Ну, а вот если автобусы отменят, например, для нас останутся только какие-то пригородные маршруты, ну, проходящие. Совсем автобусы нельзя отменить. Что-нибудь без автобуса делать бы. Такси есть, потом не будет, мало ли чего, все бывает. Вопрос с автобусными перевозками требует государственного решения. Опыт разных предприятий показывает, что ситуация все-таки не безнадежна. Нужна лишь политическая воля решить проблему. Алена Маскалева, Григорий Денисов, программа «В центре внимания». На неделе 20-ти секундное видео поставило точку в спорах. Пойдет ли Путин на новый срок? Огласите свои решения. Ведь мы за вас газ. За вас так ведь, автозаводцы! Давайте вместе! Газ за вас! Газ за вас! Газ за вас! Газ за вас! Спасибо. Спасибо большое. Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выделять свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Вопрос об участии в мартовских выборах Путину задали на Горьковском автозаводе. Предприятие отмечает юбилей. Автомобили на берегу Аки начали собирать 85 лет назад. Эксперты считают, что формат для такого заявления выбрали очень удачно. Вопрос простого рабочего с газа. И уже есть прогнозы, что в ближайшие месяцы президент посетит немало промышленных предприятий и, возможно, даже снова приедет в Мордовию. Во всяком случае, Владимир Волков, комментируя новость о выдвижении Путина, напомнил, что президент в 13-й регион приезжал чаще, чем в большинство других. Самые крупные события с его участием международный фестиваль Шумбрат Финоугрия и тысячелетие единения мордовского народа с народами российского государства. Владимир Волков отметил, что все стратегически значимые для Мордовии проекты реализуются благодаря поддержке Владимира Путина. Также глава региона выразил уверенность, что, цитирую, всенародная поддержка с жителями России, в том числе Мордовия, обязательно приведет к уверенной победе Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации. Конец цитаты. В Саранске открыли проспект российской армии. Единственный в стране проспект с таким названием станет своеобразным военно-патриотическим центром города. В церемонии приняли участие заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, полпред Михаил Бабич и глава региона Владимир Волков. Военнослужащие роты почетного караула и военной образцового оркестра Минобороны, а также салютная группа отдельного дивизиона Западного военного округа. Этот проспект и памятная стела в честь нашей российской армии благодарна память не только жителям столицы Мордовии, но и всего нашего народа. Вашего позволения от имени героя России министра обороны Российской Федерации, генерал армии Сергея Кужеповича Шайбун, начальника генерального штаба генерала армии Герасима Валерия Васильевича. И от себя лично выражаю всем вам сердечную благодарность за безграничную любовь и уважение российской армии. За этот замечательный проспект. Уверен, что ваше доброе начинание получит продолжение по всей России. Это событие стало важным не только для Саранска, но и для всех военнослужащих государства. До сих пор о заслугах и доблестях военнослужащих много говорили. Но вот таких народных названий главным улицам городов России еще никогда не присваивали. У нас в стране десятки улиц, площадей, проспектов назывались именем Советской Армии. И вот сегодня впервые запов советскую историю. Мы возрождаем эту славную традицию и называем проспект, новый проспект, который построен здесь в Саранске, проспектом Российской Армии. Это не просто возрождение традиции. Это дань нашим вооруженным силам их славной истории. Символично, что официальная церемония в Саранске состоялась накануне очень важного для страны праздника Дня Героев Отечества. Многие из них связали свою жизнь с вооруженными силами, с армией. И многие из тех, кто награжден Золотой Звездой Героя, в этот день пришли на открытие проспекта в Саранске. Владимир Волков благодарит гостей и жителей за поддержку и говорит о новом совместном проекте региона и Министерства обороны Парк и Патриот в Саранске. Мы со своей стороны обязательно продолжим работу в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи, развитию нераверийского кандиджского движения, поддержке поисковки волонтеров, про Параганде воинской славы Отечества. Продолжим постоянную работу о ветеранах. В республиканском концертном зале к недавно утвержденной праздничной дате Дню Героев Отечества состоялся концерт. Здесь обладатели Золотой Звезды поздравили военные и штатские. Напомним, из 12777 Героев Советского Союза 3266 получили это звание посмертно. В новейшей истории страны из 1013 героев 466 человек не узнали о своем награждении. Мордонский край всегда гордился своими мужественными воинами. В этом году в республике проходит серия мероприятий, посвященных 200-летию памяти священного праведного воина Федора Ушакова. Мы с гордостью называем легендарного адмирала своим земляком. 11 уроженцев Мордовии являются полными георгийским кавалерами. Празднование завершилось концертом вознаменованием первой годовщины Дня Героев Отечества. Свой визит в Саранск Михаил Бабич анонсировал еще в понедельник в Нижнем Новгороде для традиционного ежегодного разговора с полпредом собрались главные редакторы со всего Поволжья. Мордовские темы и проблемы вспоминали чаще других. Это и долги регионального бюджета и чемпионат мира 2018 в контексте программы «Наследие». А еще Михаил Бабич ответил на несколько очень личных вопросов. Из столицы Поволжья, которой снова не повезло с погодой, вернулся Евгений Симкин. То дождь, то снег участникам этой встречи как-то фатально не везет с погодой. В прошлом году Нижний встречал нас бураном в этом огромными лужами. Однако погода не помешала Михаилу Бабичу начать вовремя. Полпред появился ровно в полдень и подробно доложил обо всем важном, что случилось в округе в 2017 году. Политиков в шести регионах выбирали губернаторов. Везде, в том числе и Мордовии, процесс голосования прошел нормально. Экономика российское правительство создало в округе новые территории опережающего развития. И тут стоит упомянуть Розаевку. Индекс промышленного производства в Поволжье составил 102%. Это лучше, чем годом ранее. И о проблемах. Регионы сильно закредитованы. Общая цифра по Поволжью больше, чем полтриллиона рублей. У мордовского бюджета самые большие долги. И с этим надо что-то делать. Вы знаете, что решения, принятые президентом Российской Федерации относительно реставризации государственного долга регионов, они существенно в 2018-2019 последующем годах разгрузят долговую ситуацию регионов и создадут возможность погашать эту задолженность уже в рассрочке 7, а для кого-то и 12 лет. Я по Мордовии попробую назвать цифры. За два года будет более 11 миллиардов рублей реструктуризировано. Точнее, то, что не нужно будет выплачивать обратно к федеральному бюджету. То, что останется в республике. Более 11 миллиардов рублей. Сумма экономии. По сути дела это сумма экономии. Но ее, знаете, экономию может быть не совсем правильно называть. Экономия это когда тебе совсем простили. А в данном случае это просто реструктуризация по годам. Но в 2018-2019 и последующие годы эти деньги платить не придется. Но при выполнении других обязательств, которые будут подписаны с ментином. Еще один вопрос, волнующий все национальные республики, в том числе Мордовию, языковой. Здесь, в Поволжье, его летом поставил президент Путин. Значит, именно здесь, в Поволжье, и должен быть дан ответ. О языках спросила журналистка из Татарстана. Именно там языковая проблема проявилась как нигде больше в округе. В результате, после прокурорского вмешательства, уволили министра образования Татарстана Энгеля Фатахова. И вот, наверное, последний, исчерпывающий комментарий на эту тему. У нас из шести республик национальных, которые в округе есть, у нас в трех вообще проблем никаких не было. У нас в Удмуртской республике, в Мурелле, в Мордовии вообще не было никаких проблем. Там все было в законодательстве оригинальном, прописано так, как должно быть. Добровольное изучение, право выбора родителей, отведенное правильное количество часов, которое ни в коем случае не нарушает право граждан на изучение единственного государственного языка, который есть в Российской Федерации, это русский язык. Здесь вот очень важно вот этот водораздел для себя понимать, что право есть у всех и возможности есть. Эти возможности обеспечены и гарантируются государственным сегодня в полном объеме. И не просто никто никогда не покушается, а мы будем жесточайшим образом следить, чтобы эти права не были нарушены. Но обязанность наших граждан в полном объеме изучить государственный язык Российской Федерации и право их выбора, то есть добровольность на изучение родного языка, народов России, по их выбору, которые они считают родным. И государственное язык субъекта также должно быть государственным неукоснительно обеспечено. Михаил Бабич напомнил, что подготовка к чемпионату мира по футболу в четырех регионах по Волжии для полпредства остается главной темой. О том, что Мордо идет в графике, Бабич говорил две недели назад во время совместного с министром транспорта России Максимом Соколовым визита. Сейчас он прокомментировал чемпионат в контексте программы наследия. Что делать трехсоттысячному городу со стадионом на 45 тысяч зрителей после того, как все болельщики уедут? Есть, к сожалению, вопросы, что не все можно будет эффективно задействовать. Опять же, это мировая практика последствий проведения такого рода соревнований. Но этим занимаемся. А все остальное я считаю, что будет не просто востребовано, а просто чемпионат мира дал мощнейший толчок для развития социально-экономической инфраструктуры регионов. Появляются новые гостиницы, появляются новые точки торгового сервиса, появляются дороги, развязки, аэропорты. Это все элементы подготовки к чемпионату мира по футболу. Это точно уже останется на всю жизнь в регионах и многие десятилетия будет служить людям на самом высоком современном уровне, что вы сейчас уже, собственно, по многим объектам и видите. В политических телеграм-каналах в последнее время усилились разговоры о возможной ликвидации полпресса как института власти. А вот непосредственно Михаила Бабича там же упоминают как очень сильного политика, чья компетенция может пригодиться на другом месте работы, ближе к Петербургу. Прокомментировать слухи его просят на каждой такой встрече с журналистами. В прошлом году Бабич едва не стал российским послом на Украине. В этом году прямой вопрос, случится ли такая же встреча с журналистами через год. Вы покидаете нас в марте месяца Михаила Бабича? Я понял. Неудобное положение мне ставить, потому что вопросы не совсем мои компетенции. Просто поверьте мне, ни у кого нет ответов на эти вопросы. Потому что моя должность это прямая номенклатура президента Российской Федерации, как и любого из моих коллег-полпредов и многих других должностей. И это вопрос находится в его компетенции. То, что часто говорят, всегда надо понимать, что когда работаешь на этом уровне, ты все равно так или иначе являешься медийной персоной, о которой так или иначе что-то будут говорить. Это неизбежные издержки нашей профессии. Из года в год всплывает тема укропнения регионов. Сейчас все в том же Телеграме поговаривают, что процесс начнется с Поволжья. И что командовать парадом будет никто иной, как Михаил Бабич. Насколько я понял, что такое поручение мне хочется сделать один из Телеграм-блогеров. Поэтому будем считать, что это плод просто его каких-то фантазий. Мне трудно комментировать, что он там кому-то поручает. Формат встречи никаких заранее согласованных вопросов. Толстая папка с бумагами перед Михаилом Бабичем намекает, что полпред готов ответить на все еще и с цифрами. И он уже который год остается первым, кто поздравляет журналистов с наступающим Новым годом. Евгений Симкин, Павел Толобаев, программа в центре внимания. Общий язык найден. Мы получили комментарии от нового министра образования Мордовии Галины Явкиной по изучению родного языка в школах республики. Этот тонкий вопрос мы обсуждали последние несколько недель. Так остро, пожалуй, его еще не выносили на всеобщее обсуждение. Свои недовольства, что приходится учить, например, русскому ребенку, макшанские или ирзянские родители часто высказывали друг другу, реже учителям. И еще, например, у нас в группе 10-го канала ВКонтакте. Напомню, на прошлой неделе состоялась пресс-конференция с участием представителей школ, национальных общественных организаций, Министерства культуры, национальной политики. И, наконец, пришло понимание положения с изучением родных языков в республике. Это макшанский, ирзянский, и татарский меняется. Родной русский он вне конкуренции. Теперь, что говорит об этом новый министр образования? Галина Явкина в своем интервью несколько раз подчеркивает ключевое слово, принцип в изучении родных языков добровольность. То есть, вот в первой части учебного плана родной язык по выбору родителей. Здесь самое важное ключевое слово добровольность. Каждый выбирает свой родной язык. Не надо сейчас спекулировать на том, что кто-то заставляет изучать неродной для ребенка язык. Они выбирают, выбрали русский, изучайте русский родной. Выбрали ирзянский, например, Ордатовский район, Низовская школа. Там дети все выбрали. Ирзянский язык с 1 по 11 класс изучают. Скорее всего, учить макшанский, ирзянский в школах придется. Но для начала министр предлагает разобраться с трактовкой такого понятия, как родной язык. В учебном плане оно появилось, то есть его узаконили с 1 января 2017 года. И здесь следует разграничивать понимание государственного языка страны, родного языка и государственного языка субъекта Российской Федерации. По первой, обязательной часть учебного плана школьники родной язык должны изучать с 1 по 11 класс, уделяя ему до 3 часов в неделю. Напомню, добровольно и определив, какое мой родной язык. Теперь и учителя с формированием нового класса в школе будут обращать внимание или цитата, мониторить кого больше, русских, макшан, ирзян. От этого и плясать, то есть выбирать родной язык для изучения целым классом или школой. Далее разбираем государственный язык субъекта. В Мордовии это макшанские и ирзянские языки. Для тех, кому они не родные, изучать предлагают по правилам второй части учебной программы. Ее, в отличие от первой, формируют дети, родители, педагоги, совет школы. Обсуждают, согласовывают и приходят к единому решению. Поэтому в этой части предлагается для изучения государственный язык субъекта. Начиная со второго по седьмой класс есть все условия. Но опять здесь ключевое слово по добровольности с учетом мнения. То есть есть возможность изучать государственный язык, есть возможность изучать историю культуры родного края, то есть культурологический аспект вот этот. Но есть еще возможности и другие предметы. Поэтому это каждая образовательная организация сама выбирает в каком объеме, в каких классах изучать государственный язык. Итак, положение меняется. По Макшанскому и Ирзянскому больше не задают домашнего задания. Все в школе учат, читают, устраивают сценки. Право выбора учить Макшанский, Ирзянский или родной русский с татарским греет душу. По крайней мере в теории. Как будет на практике увидим каждый в своей школе. Но теперь речь уже не идет о давлении на учеников. Мол, давай добровольно учи какой-либо язык и будет он тебе родным. Перед учителями стоит задача сделать историю, культуру родного края и, конечно, языка, субъекты страны интересными школьнику. Чтобы хотелось видеть эти уроки в расписании. Впрочем, Америке здесь никто не открывает. Это относится к абсолютно каждому предмету в школе. Мотивировать надо, а не ставить отметки, уж тем более двойки и тройки, как это было. Заставлять не имеют права. Даже если есть такие факты, нужно немедленно не писать куда-то вышестоящие, выше региона инстанции. Все вопросы, которые касаются таких моментов, мы должны решать здесь. Максимум, ну, у меня двери всегда открыты, телефон, пожалуйста, доступен, любое время мы можем решить этот вопрос. Но ни в коем случае принуждения и обязаловки ни в коем случае быть не должны. Здесь ключевое слово добровольность. Учили английский, попали на испанский. В следующем году будем говорить футбольным фанатам Бьон Венидос о Саранск, что переводится как «добро пожаловать». В столицу Мордовии в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу приедут сборные Португалии, Перу, Колумбии, Дании, Японии, Ирана, Панамы и Туниса. Большинство из этих стран испаноязычные. И теперь муниципалитет в первую очередь срочно обдумывает, как с этим жить и работать. Понятно, что английский язык международный, но ведь не все, к примеру, перуанцы его знают. Мы решили выяснить, готов ли Саранск к такому лингвистическому повороту событий. И наш специальный корреспондент Людмила Кусерова попыталась выучить несколько фраз на испанском языке. Обычная пара на факультете иностранных языков Мордовского университета. Для студентов испанский – это третий язык. Занятия факультативные, но очень популярные. Уже сейчас учащиеся могли бы сказать испанцам пару ласковых. Наша республика – большая, большая, большая. Здравствуйте! Республика Мордовия. Для тех, кто, как мы, пока еще не владеет испанским переводом. Эта мордовская студентка сказала, что наша республика прекрасна и добро сюда пожаловать. Какие еще фразы нужно знать для беглого знакомства с перуанцами, колумбийцами и панамцами, рассказывает преподаватель Мордовского университета. Как тебя зовут? Кома ты, ямас? Добрый день! Буэнос диэс! Очень приятно! Инкантадо! Мучо густо! Откуда ты? Де донде эрес? Испанский язык это самый распространенный язык из группы романских языков, потому что испанский язык принадлежит к группе романских языков. Он является вторым распространенности родным языком в мире. И испанский язык, на мой взгляд, достаточно легкий язык, не очень сложный, если сравнивать с другими романскими языками, например, с французским. Испанский язык легче в плане освоения фонетики, в плане освоения произношения. А все-то учили английский. Полицейские, рестораторы, волонтеры и даже муниципальный транспорт медленно, но верно перешел на Есенин стрит. И что теперь? Переучиваться? Вовсе нет, считает директор одного из саранских ресторанов. Карпаччо и тартар в меню есть всегда. Что же касается национальных блюд, то их можно смело отнести к той же категории непереводимой игры слов. Пусть испанцы и японцы попробуют нашу позу. Когда мы едем в другую страну, мы свои пельмени и борщ там не едим. Нам всегда интереснее то, что более подходит для данной страны, то, что является аутентичным. Поэтому мы все-таки будем готовиться в своем национальном стиле, будем предлагать свое русское, мордовское гостеприимство и свою кухню. Лучше посовершенствуюсь в этом направлении. Пока мы думаем, какими фразами и блюдами встречать гостей в далекой Перу, усердно тренируются футболисты, делают ставку на победу и с особенной радостью вспоминают фанатские кричалки. Потому что их команда в футбольном чемпионате не участвовала 36 лет. Возможно, в этой связи им будут не нужны слова, приедут за победой. О чем в этой песне поет? Ну вот, обещают, чтобы было кредо наше, верить в нашу страну, и что вот футболку командную мы будем защищать нашей жизнью. Гражданка Перу, будущая студентка Мордовского университета, рассказывает. Сразу после жеребьевки созвонилась с друзьями, и они даже позавидовали, что в город, где она учится, приедет сборная страны. Лететь оттуда в Мордовию предстоит 18 часов. Это дорого и долго. Поэтому на матчи приедут самые небедные и выносливые перуанцы. Уверена, буйствовать во время прогулок по городу латиноамериканцы сильно не будут. Спокойно буйные, то есть как бы радостные, да, как все во время футбола. Но по городу как-то, если вы их встретите, латинцы вообще очень дружелюбные люди. То есть если вы подружите с латинцем, то у вас уже есть дом в Перу. Вы можете приехать в гости уже, все, как бы дружба начинается. Но перуанцы вообще спокойные люди, футбол обожают, так что я думаю, все будет хорошо. Латиноамериканцам нравится путешествовать. И Саранску, несмотря на свои небольшие размеры, есть чем удивить гостей из далеких теплых стран. Им понравится, уверена Марилуна Пандура. Парки и скверы, таких в Перу, оказывается, нет. Музеи и театры, к которым мы привыкли, для перуанцев будут экзотикой. В общем, готовьтесь и учите испанский. А вот саранские таксисты пока даже не знают, к чему готовятся. По правилам чемпионата перевозчиков должны аккредитовать, в том числе и на знание языков. В Саранске пока ничего такого не случилось. Хотя все ждут. У нас сейчас разрабатывается приложение такси, и оно будет на всех языках. То есть, если, например, гость нашей столицы захочет вызвать такси, он просто скачает наше приложение, выберет язык, на котором он общается, и, соответственно, сможет вызвать без разговора такси, написать адрес, куда ему нужно. Соответственно, водителю это все переведется, и он его доставит в нужное место. А водителям не будут говорить на иностранном языке? Водителям как быть? Водителям как быть? Ну, мы ждем от власти непосредственно. Может быть, какой-то помощи, может быть, каких-то курсов для изучения. Если будет непосредственно, да, какие-то, можно сказать, поддержка со стороны власти, мы, конечно, с удовольствием и диспетчеров, и водителей будем на эти курсы записывать, обучать и какую-то поддержку оказывать. С удовольствием. В Мордовском университете готовы обучить испанскому всех желающих. И даже приглашают на курсы. К слову, на чемпионат в следующем году в Саранск приедут еще и японцы, иранцы и датчане. Английский тоже пригодится, уверена Марилона Пандура, потому что он и для футбола стал международным. Беронцы знают английский язык. Все команды, так как они играют в других странах, и вот на чемпионате мира надо же говорить на английском. Это мировой язык стал английским для футбола также. А сами фанаты, ведь приедут фанаты? Все фанаты, которые приедут, так как это они близко приехать, то это люди, которые могут оплатить билет в Россию и оплатить билет на чемпионат. И у нас в Перу вообще-то почти все говорят на английском, но чем дальше можешь уехать, тем лучше знаешь английский. Конечно, чтобы выучить испанский язык, несколько часов недостаточно, но главное начать. И у нас пока есть время до чемпионата мира, чтобы немножко отойти от привычных англоязычных фраз и выражений и хотя бы чуть-чуть освоить такой близкий по духу русскому человеку испанский язык. Людмила Кусерова, Павел Толобаев, Emission en el centro de atención, что в переводе означает «программа в центре внимания». Это не все, о чем мы хотели рассказать, но все, что успели. В центре внимания на следующей неделе будут новые темы. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»